Северный поток представляет собой газопровод. Это находящийся на стадии реализации проект по связыванию газовой магистралью России со странами Европы. Линия пролегает по дну Балтики в обход территорий транзитных стран. Решение о создании Северного потока принималось ради того, чтобы обеспечить надежную поставку газа из РФ в европейские государства. Ключевая цель проекта сводилась к тому, чтобы эту поставку не просто организовать, но и увеличить объемы прокачки, что в свою очередь лечет снижение зависимости РФ от транзитных стран. Газовые месторождения в России настолько обширны, что способны дать до четверти газа, предназначенного для дополнительного импорта. У природного газа степень выброса углекислоты наиболее низка по сравнению с остальными видами ископаемого топлива. Например, он служит отличной альтернативой каменному углю, у которого уровень выброса наполовину выше. Получается, что рост поставок транзитного газа полностью соответствует с концепцией европейской программы, направленной на изменение климата, экологическую безопасность. Прежде чем проект Северный поток принялись реализовать, прошли долгие годы, потраченные на ряд переговоров и исследований. Только в 2005 году, когда Владимир Путин побывал в ФРГ, наконец подписали соответствующее соглашение о начале строительства. Газопровод под названием Северный поток-1 представляет собой кратчайшую схему доставки газа по прямой от российских крупных месторождений к энергетическим рынкам ЕС. Строительство с укладкой основной части по дну Балтики организовано так, чтобы не происходило временных перемен в окружающей среде. По крайней мере, цель в том, чтобы таковые оказались незначительными и носили только локальный характер. Чтобы свести к минимуму вероятное воздействие на природу, руководство привлекло к разработке проекта ряд экспертов. В комиссию вошли специалисты, разбирающиеся в исследованиях из области гидрографии, работах по безопасности трубопровода в течение времени использования. В 1997 году принялись готовить техническое и экономическое обоснование амбициозного проекта. Обследовали более 2500 квадратных километров на Балтике по линии прокладки труб. В результате изучения учеными и инженерами удалось провести масштабное исследование морской экосистемы. Пока шло проектирование, руководство проекта, среди прочего, утвердило стандарты, касающиеся международного взаимодействия в сфере изучения искусственного влияния на природу. В том же 1997 году начали вести подготовительные работы непосредственно на маршруте прокладки труб. По результатам исследований определили примерную линию укладки на морском участке. В 2005 году создали независимую проектную компанию, которая занялась планировкой и воплощением в реальность Северного потока. Так он, собственно, и стал возможен. В декабре того же года стартовали мероприятия по строительству. В 2007 году решили перенести начало прокладки на 2009. Осложнения появились по причине того, что затянуло согласование процесса с рядом стран Балтики. На получение разрешения ушло много времени. Кроме того, процедуру затягивали иные рабочие вопросы, в том числе формирование профессиональной команды. Страны на Балтийском море поочередно давали разрешение на строительство в их территориальных водах. В процессе изучения пришлось охватить свыше 40 тысяч километров дна моря. Эксперты занимались исследованием донного рельефа, а также приходилось обращать внимание на оставшиеся после войны боеприпасы и иные препятствия. Также под их прицел попал состав воды, флора и фауна по маршруту будущей магистрали. Добились того, чтобы при строительстве не пострадала экология. Среди прочего, учитывали даже такие нюансы, как нерест сельди. Решили, что на этот период работы полагалось приостанавливать. На основе полученного после анализа результата сведения, обобщили и занесли в специальные материалы. Они помогли получить разрешение от балтийских стран, Швеции, Дании и прочего. Это произошло только в 2010 году. Весной начали прокладку северного потока. К процессу приступили с использованием специального трубопрокладочного судна. Оно рассчитано на манипуляции с секциями труб, масса которых достигает 24 тонны. Трубы размещали по S-образной траектории. Помимо прочего, понадобилось применить дополнительные усилия и защиту против давления воды. Иначе бы из-за него и электрохимических процессов судно не смогло бы уложить трубу. Решение нашлось в катодной защите. Суть заключается в том, чтобы каждой секции трубы приварили электроды, объединенные анодными кабелями. А они уже подключены к источнику постоянного тока. В итоге, коррозия проходит как раз на аноды. А на поверхности трубопровода протекают лишь безвредные катодные процессы. Затем трубы бетонировали и помещали на дно. Для обеспечения давления на магистрали брали мощные турбины Siemens. Весной 2011 года стройка первой нитки подошла к финалу. Северный поток передавает технологии, с помощью которой дается прокачивать газ на громадные расстояния без введения компрессорного режима. В мире это единственная такая магистраль. Для прокладки использовались трубы, изготовленные из специальной углеродистой стали. Материал сообщает изделиям повышенный запас прочности. При этом трубы остаются эластичными. Металлургам потребовалось время, чтобы добиться такого результата. Материал подвергали полировке механическим способом, а потом покрывали уникальным полимерным составом. По внешней части трубы лежит бетонный и антикоррозийный состав. Чтобы приготовить бетонное покрытие, инженеры воспользовали железной рудой повышенной плотности. После измельчения ее смешивали с цементом, а потом уже наносили на поверхность труб. В итоге покрытие обеспечило трубам армированную оболочку спиралевидной формы. Описанные технологии позволили решить сразу ряд проблем. Они помогают удержать на морском дне трубы, при этом те остаются зафиксированы и не боятся колебаний и затечений. Наконец, трубам не страшны иные внешние воздействия. Северный поток реализовали по таким продуманным технологиям, которые избавляют людей от необходимости ввести затратное обслуживание и ремонт линии. Для контроля состояния объекта предусмотрены особые интеллектуальные поршни, которые запускаются по трубам. Северный поток-2. По сути, расширение уже построенного и описанного выше Северного потока-1. После оценки успешности опыта по строительству и последующей эксплуатации линии Северный поток-1, решили, что пора создавать новую нитку газотранспортной системы. Этот Северный поток проходит через Россию, Германию, Данию, Финляндию, Швецию. Он аналогичен первому предшественнику по протяженности и пропускной способности, однако налицо и отличия. Так, изменена точка входа. Она размещена на южном берегу Финского залива, если точнее, у усть Луги. Вдобавок, линия обходит остров Борнхольм. В конечном счете, обе нитки лежат не параллельно, а дважды пересекаются. Протяженность составляет свыше 1200 км. Оценку проекта расширения начали в 2011 году. Предполагалось проложить две дополнительные линии ради того, чтобы увеличить пропускную способность уже созданного газопровода. В следующем году правительства европейских стран получили обращение от руководства проекта с просьбой о проведении исследований линий маршрута в их подводных зонах. Кроме того, предполагалось проложить дополнительные трубы по водным зонам Великобритании, однако позже от этого пришлось отказаться. В 2015 году объявили, что приостанавливают проект по расширению. Дело было в том, что уже запущенные линии работали тогда только на половину расчетной мощности. Причина заключалась в ограничениях Евросоюза по отношению к Газпрому. В 2018 году проект добился разрешения от правительства Германии на монтирование и использование в ее водах газопровода, а еще выхода на сушу рядом с Лубмином. В мае начали также строительство конечную точку, размещенную горой в Сфальде. Укладку газопровода Северного потока-2 начали с применением уже проверенных надежных технологий, отработанных в процессе строительства первой нитки. Долгое время приходилось откладывать сертификацию из-за тех или иных политических разногласий и санкций. Проект столкнулся с проблемами в виде оппозиции со стороны европейских и не только политиков вне пределов Германии. Например, представители Польши, Украины или США давали протестное заявление. В итоге в сентябре 2021 года сооружение объекта завершили, но с февраля 2022 года произошло отключение и полная остановка. Проект заморозили. Северный поток представляет собой с технической точки зрения часть веток другого трубопровода Ямал-Европа. Вторая нитка это подводный отрезок второй очереди магистрали, относящихся к североевропейскому газопроводу. Он тоже является ниткой из магистрали Ямал-Европа. Наземный отрезок берет начало у города Грязовец. Из него вышел построенный в 2021 году газопровод Грязовец-Выбор. Его протяженность составляет 917 километров, а диаметр 1420 миллиметров. Один сухопутный отвод построили на территории Германии. Через него предусматривалось прохождение газа в северо-западной части Европы. В числе элементов магистрали компрессорная станция Портовая. Этот объект уникален для мировой газовой отрасли. Рядом с ним также построили завод, на котором сжижают природный газ. Линии Северный поток-2 берет начало на южном побережье Финского залива. А рядом с этим местом у Усть-Луги строится еще одна компрессорная станция под названием Славянская. Эта ветка оканчивается на немецком берегу, где переходит в сухопутную. С позиции экспертов стоимость постройки газопровода окупится в срок до 30 лет. Итоговый результат зависит от установленных Газпромом тарифов на транзит. А это уже зависит от того, насколько активно в деле примут финансовое участие компании из Евросоюза. Северный поток имеет важное значение для устойчивого обеспечения развития европейской энергобезопасности. Благодаря этому газопроводу Германии достается наиболее дешевый газ, причем оптимальным путем. При этом аналитики утверждают, что в дальнейшем в Европе будет возрастать спрос на подобное топливо. Мощность обеих веток достигает 110 миллиардов метров кубических газов за год. При этом по плану Германия становится центральным транзитером топлива по Европе. Остальные страны начинают получать ресурс через нее. Северный поток проходит по Балтике. Для России это шанс кратчайшим путем переправлять газ до Германии от месторождений на Ямале. Такая поставка стоит дешевле. Северный поток доказывает, что сочетание международного сотрудничества с применением высоких технологий способно волпощать грандиозные проекты без ущерба окружающей среде. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных видео отнимает много времени и сил. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой второй канал. Ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.